Приветствую вас. Я исхожу из того, что вы всегда, в принципе, можете успеть расстаться, всегда можете уйти, всегда можете завершить отношения, благо это такое действие, которое может совершить в любой момент, как бы, полная ваша власть, да, полная ваша прерогатива, и никто, в общем-то, в целом мире не сможет вам помещать это сделать, да, если вы этого действительно на самом деле хотите. Вот. Другой момент заключается в том, что если вы человеком дорожите, вот, если вы человеком, ну, реально дорожите, на самом деле, если вы, если он вам дорог, человек, вот, человек, все-таки, вот, то я думаю, я думаю, что вам именно спешить все же не стоит, вот, именно спешить не стоит. А почему? Не стоит спешить, да? А, я поясню. Потому что, может быть абсолютно все, что угодно, да. То есть, машина может элементарно просто, там, к примеру, бояться. Мужчина может элементарно просто быть, там, неуверенным в себе, вот, и так далее. То есть, ситуация, реально, может быть, может быть, э-а-а-а самая разная. Вот. И мне не кажется, что э-э-э-э, уйдя вот так. Ну, решив уйти, вот так, вы на самом деле решите свою какую-то вот проблему, да. То есть, мне кажется, что у вас все равно остается обиды, у вас все равно остается какие-то, может быть, даже претензии к человеку. Поэтому все-таки будет лучше, если вы с ним поговорите, будет лучше, если с ним разберете то, что произошло. Лучше будет, если вы постараетесь его понять, лучше будет, если вы постараетесь разобраться, почему он так поступил, что его натолкнуло на это. Вот, и уже потом, после этого, принято решение. Обратите внимание, что мужчина, при том, что он скрывал от вас свой возраст, как-то допустил вас до своего паспорта. То есть, так или иначе, вряд ли это может быть случайно. То есть, даже если он сознательно-сознательно, но этого не хотел, то, скорее всего, хотел этого без сознательно. Вот. Понимаете? Поэтому, я думаю, я думаю, что игнорировать данный аспект не стоит. Так минимум. Вот. И, на мой взгляд, посмотреть в этой ситуации нужно именно так сказать. Сказать ему прямо на что год, я знаю, я знаю, почему, то есть, я знаю про свой возраст, прости, но прости, пожалуйста. Объяснить. Это, вот, такой момент. То есть, в принципе, то есть, в принципе, ваша мысль, ваша обида на мыши, на поля. Ну, как же так вот. Может. Человек. обманул. Да. Человек. Ну, не доверяет. Получается. В таком случае. Человек. И это, в общем, достаточно, эм, такая, серьезная история. Вот, серьезный достаточно момент, эм, потому что отношения устраиваются на доверие. И, если, если, доверие на, если, доверия нет, вот, что он, соответственно, не приотношений, вот, так что, тут, конечно, ваши чувства понять можно, можно, безусловно, вот, ну и, эм, рушить отношения сразу, эм, так вот, резко, быстро, да, ну, на мой взгляд, это, абсолютно неверная позиция. Вот. Вот, в принципе, в принципе, в принципе, то, что я, наверное, эм, могу вам сказать, сейчас, исходя из того, что вы написали. Вот. То есть, я понимаю, я понимаю, понимаю ваш негатив, я понимаю, что вам не нравится, я прекрасно это понимаю. Вот. Вот. Ну, тем не менее. Решать уже вам, конечно, уже, как поступать. Я надеюсь только, что поступите вы правильно, я надеюсь только то, что поступите вы верно, и надеюсь только на то, что вы примите верное решение, вот. 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 А вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, ко мне вы можете задать мне их в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен. Если вам понравился мой ответ. Надеюсь, что это поможет вам принять верное решение. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Вот. 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 Вот.